И давайте тогда сегодня быстро пробежим по вот этой практической теории по картам, а может и не быстро, может быть здесь вообще интереснее, наоборот, вообще прямо что-то открывать и показывать какие-то сайты. Итак, часть 2. Значит, тут ключевое бездна целей. И не только для условно-процессов, а вообще для расчета параметров подосбора, для выяснения, как туда доехать, вообще для выяснения, где это находится, и вообще для выяснения, какие там вводные объекты. То есть в самом-самом начале и до самого конца нам карты нужны разные. Вот, теперь, какие? Генштаб мы с вами знаем, где-то скачать, да, и качаем все. Уж если мы открыли, коллеги, все вспомнят лоудмэп, это я показывал позавчера, я вообще показывал, как я оттуда скачивал карты генштаба. Вот. А, давайте так. Вот сейчас в этом списке, если вы видите что-то такое, о чем есть смысл поговорить, тогда вы напишите в чате, что вот об этом есть смысл поговорить. Потому что о генштабе, видимо, стоит говорить, но в целом вы все это знаете, да, что они есть, что они разного масштаба, что они с сеткой, что их легко найти, что их легко скачать. Вот. Потом в госгисцентрске они появились вообще относительно недавно. В какой-то момент они были выложены бесплатно на сайте госгисцентра где-то около года. Все подумали, что, о, теперь у нас появился такой полярный доступ, потом он прекратился, а потом выяснилось, что все-таки они все уже были перекачаны и появились на всяких других ресурсах, в том числе на лоудмэп. Теперь мы одновременно можем скачать и то, и то. И правило такое, качаем все. То есть, если мы подошли и думаем, ну, нам, наверное, 100 тысячников хватит. Но это уж слишком мелкий совет, поэтому вы сами в это вляпайтесь, вы сами эту рекомендацию сами себе выработайте, и вы сами поймете, что надо скачивать все. Просто ради чего? Ради того, чтобы еще раз потом не лезть и не качать еще. А может быть все равно потом еще раз залезть, и почему? Потому что выяснится, что, оказывается, надо было качать не только эту карту, а еще и соседнюю южнее или соседнюю восточнее. Так, лозунские навигационные, это понятно, это уже для больших, для судоходных регионов, в которых эти карты есть. В общем, всякие, всякие, в общем, всякие, все, которые достанете, космические снимки. Так, никто ничего не написал, поэтому считаем, что вы все знаете, что в принципе они всякие. И теперь, где ищем? Так, вообще здесь вот первое должно было быть написано не у себя свой архив, а должно было быть написано это у заказчика. Потому что чаще всего это не просто упражнение, а это реальная работа. Это реальная работа, и к нам кто-то обратился. Это тот, кто обратился. Может быть все что угодно, но бывает так, иногда часто бывает так, что у них уже эти материалы есть. Потому что они их уже собрали не для решения наших гидрологических задач или условных задач, а для решения каких-то других задач, они эти карты уже скачали. Или там поучили. А может быть у них есть топосъемки, а может быть у них есть планшеты крупномасштабные, а может быть они там уже что-то согласовывали, в общем, может быть у них есть там 25 тысячники. Вот, то есть то, что мы сможем прикладывать без усилий, чтобы это найти, а у них это есть. Поэтому первый это заказчик. Вот, потом второй это я. То есть я становлюсь для себя большим архивом. Большим архивом. Потом в своей организации. И очень у друзей, что заводим друзей, значит начинаем клич. Мне очень часто пишут, что нет ли у вас там такого-то, чего-то. Вот, и я пишу, что о, молодец, что обратился, значит подумал, что у меня это может быть. Хорошо. Но, если у меня нет, значит совет такой. А теперь кинуть клич всем. Кинуть клич, что в принципе вообще у кого едет. Вообще у кого едет. Например, вот у нас на форуме, там неделю назад, человек написал. Мне нужна геологическая характеристика такой-то речки. И его там покритиковали, что типа ты неправильно вопрос задаешь. Потому что непонятно, что именно тебе нужно. Тебе нужен там абзац, или страницу, или диссертацию. И что ты, что ты это пишешь. Для того, чтобы просто узнать, клюет там рыб или не клюет, или может пишешь там обзор какой-то. Вот. Ну, я ему помог в результате. И он сейчас пишет, что типа сотри эту ветку из форума, потому что неправильно задавал вопрос. Вот. В общем, везде. Так, а вот теперь, по-моему, то же самое, только вот. Где берем? Вот. Уже более. Потому что предыдущий слайд, это вообще-то был такой общий слайд. Он вообще-то относится не к картам, а к любым материалам, которые нам нужны в рамках выполнения гидравитозыскания. А где карты? Вот, заказчик здесь на первом месте. Вот. Потом свой архив, да, на первом месте. И интернет, доступный сайт. И вот сейчас я как раз какие-то сайты и покажу. Архив, архив, отчеты. Так. Купить диски уже постепенно становится устаревшим. Торренты еще действуют. И неожиданно я для себя недавно, где-то год-два назад, и лично Максим Николаевич Кручин посоветовал вот такую... Во-первых, отчеты. То, что отчеты нужны, это мы понимали всегда, да. Что это вот не просто сами карты ищем, а вообще, может быть, уже там какие-то материалы, так сказать, проработанные, отработанные, отобранные. Вот. Поэтому это что? Это по нашему объекту, например, если реконструкции, может быть, уже были раньше. Изыскание или проектирование. Вот. Если это, может быть, по соседним объектам. Вот. Бывает так, на неветок, там бывает вообще просто бездна разных объектов подряд. Вот. И вот после этого, когда мы понимали, что нужны отчеты как по проектированию, так и по изысканию, и не только по гидрологическому изысканию, иногда полезная информация бывает, и даже в карты, в виде карты, в геологических, экологических изысканий, в других, и вообще полезные съемки, и новые, старые для нас, да. Все. Для нас нужно все. И потом Максим Николаевич говорит, так вот в тендерах это или. То есть в тендерах документации ищем что? Ищем тендер на строительство. На строительство моста. На нашей речке. А потом выясняется, что там есть вообще гидрологическое изыскание. Так. Это в принципе, да, теперь, по всей видимости, следующий слайд, это уже сайты пошли. Сайты. Я это уже говорил, да. Ну, Александр будет говорить, что вообще включайте соцпланету и все. И там, значит, у вас есть все. Я, кстати, недавно ко мне потом... Александр, ко мне недавно Максим приходил, и он мне немножко вправил в мозги насчет. соцпланетный. И он говорит, у тебя, говорит, стоит старая версия. Вот. И эта старая версия, она уже не качает что-то там. Она уже забыл. Глаза точно под старые. Он говорит, в общем, срочно качаем новую версию. Она там вообще супер. Коллеги. Поэтому качайте новую версию. И здесь, кстати, еще такой глюк, да, это вот, может, Александр бы рассказал. Я по соцпланете не специалист, что качать, естественно. Вот. Нужно качать не sas.gis.ru, а надо качать... Сейчас я включу. Смотрите, у нас есть sas.gis.ru. Вот. А, вот как раз sas.gis.ru и надо качать. Потому что часто мы попадаем на страничку, которая называется sas.gis.org. Коллеги, в общем, лезьте и туда, и туда. То есть, если бы Александр нам это объяснил, или бы Максим бы объяснил, то... Вот. То я... Обновление, sas.gis.ru. САС.gis.ru. В общем, если не найдете на.ру, то идите на.org. Если не найдете на.org, то идите на.ру. Вот. Версия 12 ноября 2015 года. Доступили загрузки с отсылками на страницу к скачке программы. Последние стабильные версии. Наборы карт. sas.gis.ru. Форум. View. Топик. О, Александр дал ссылку. Чего по программе. Читать всем. Распаковать программу куда-нибудь. Распаковать оба пакета карт. Профит. Идти сюда. Там все расписано. Ну вот, коллеги, все. Коллеги, пользуйтесь. Я, в общем, воспитан в прошлом веке. Поэтому буду учиться. Потому что я пользуюсь все еще старыми этими. Что я делаю? Еще до того, как заключить договор, я должен сначала выяснить, смогу ли я сделать эту работу. Поэтому я, естественно, еду в Яндекс. Естественно, еду в Google. И теперь вот Google планета стал продвинутой чем? Продвинутой тем, что теперь там появились исторические ссылки. И, кстати, другой мой специалист, тоже приходил ко мне в гости, он обалдел. Он обалдел, когда я ему показал, что в САСе просто все привязано. А, вот это вот, как сказать, Пастернака не читал, но критикует. В САСе все привязано, но я не верю этой привязке. Кстати, вот, про это место еще поговорим. Потому что в это место тоже, спасибо за ссылку, Александр. Да, спасибо, Александр, за ссылку. Вот в это место тоже привязано. Я тоже не верю. Мы это давно уже обсуждали, и в это место мы даже перепроверяли, что вот в САС-планете мы видим карты наложенными друг на друга, да? В это место тоже мы видим карты наложенными друг на друга. Вот, коллеги. Ну и, ну какой общий тезис такой? Сейчас я это место вам покажу. Коллеги, не верим этому наложению и делаем его сами. Так, вот это место. Не верим всем этим наложениям. Так, ну... Сами все делаем, коллеги. Ну, кто верит, пожалуйста, делайте. Я не знаю. Я не верю. Я все равно сам. Я сначала вскачиваю все, а потом... Как? Я рассказываю то, чему меня мои деды учили. Мои деды учили, что накладывай. А уже современная молодежь, вот кисовские продвинутые, она говорит, что типа, да за вас все сделано. То есть, типа, вам не нужно знать, как работает калькулятор. Вы на счетах, вам работать уметь не надо. Вам достаточно нажать кнопки на калькуляторе, и у вас все будет сложено. Вот, коллеги. А я вот воспитан так, что я должен понимать, как я наложил. Я должен понимать, что на что я наложил. Вот, и, соответственно, я хочу сделать наложение. Вот. Ну, это и хорошо, это и плохо, да? Вот. Ладно. Верим, вернее, доверяем, но проверяем. Ну, не знаю, тут просто может случиться так, что верив, 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 там, всем этим автоматическим накладыванием САЗ-планеты, это место, мы потом постепенно эту веру превратим в правило. И таким образом мы, вот эта автоматизация, это автоматизация действий, она, мы потеряем вот свое понимание, понимание объекта. Вот. Мы будем верить, вот. Ну, коллеги, в общем, это, так сказать, свой опыт я вам сказал, что я накладываю всегда. Вот. А уже каждый решит, как ему действовать, и научить вас делать это универсальным способом, вот, с помощью этих систем я не могу. Да. Вики-мапия. Все понятно, да? Там, скорее, не для руслых процессов. Там, скорее, просто для того, чтобы посмотреть, а что же это такое, да? Вот, например, там есть что-то, и мы не понимаем, что это мост или плотинка, или какая-то там разрушенная что-то. Поэтому надо залезть и посмотреть. Там может быть подписано. OpenStreetMail, пожалуйста. Публичная катастрофная карта нам нужна для чего? Скорее, тоже не для руслых процессов. А, скорее, просто для понимания вообще вот этот водоток наш малый. Он имеет статус. Он имеет вот статус водотока. Потому что мы же в свои русловые действия можем вообще доходить до наиболее мелкого водотока, там, любой ширины. Вы работаете в планах координатах. Если в географическом, то совсем другое же. Тут уже ГИС. Да, конечно, мы всегда работаем в прямоугольных координатах. Да. Даже если мы насаживаем какую-то любую. Вот смотрите, тут очень интересно. Смотрите, у нас вот эти генштабовские карты мелкого масштаба, там, 200-500 тысяч, миллионка, они уже, точнее, они все кривые, но на масштабах мелких, там, миллион, например, мы уже видим визуально эту кривизну. Мы понимаем, что это географические координаты. Вот. У нас хитрость какая в прошлом процессе? Просто, если в ГИС-система мы должны насадить всю эту карту, и, может быть, это нужно вот товарищам ученым, которые работают там на больших водохранилищах, то мы в реальности всегда работаем с переходом. Мы всегда работаем с участочком таким. И вот этот участочек, независимо от того, как бы он ни был изображен на карте, в какой проекции, каких ли искажений там ни было, мы считаем, что этот маленький пятачокик, которым мы сейчас занимаемся, что он плоский, что его можно представить в прямоугольных координатах. Мы к нему уже относимся как в прямоугольных координатах, даже если там что-то на самом деле изображено в раскорячку. Вот и все. И тогда вот этих прямоугольных, и берем другую какую-то карту, которая вообще может быть в другой проекции, в другом растянутом. Мы тоже оттуда берем вот этот пятачокик, и накладываем этот пятачокик на этот пятачокик, и анализируем этот пятачокик. И вот для расхода деформации этого оказывается достаточно. Без вот этого больших, значит, то есть мы лопатой, мы лопатой можем сделать и первое, и второе. Мы берем один кусочек земли, берем второй кусочек земли лопатой, просеиваем это вручную и получаем результат. И мы уже в ответе, мы уже можем написать раздел по русскому процессу, в отчет, по-режнему, генеральному сысканию. А если мы начинаем, значит, становиться великими картографами, разбираться в проекциях, разбираться в этих трансформациях, то мы уже уходим из русловиков и становимся картографами. И мало того, это как раз вот типичная ошибка гидрологов, заключающаяся в том, что они из гидрологов становятся кем-то другим. Вот я знаю блестящего гидролога, который стал программистом, оставаясь вроде бы гидрологом. То есть он программист-гидролог, то есть он программирует под гидрологией, то есть он избрал себе программирование как сферы своей деятельности и приложил себя как программист, разрабатывая вот программу по... Кстати, это я вам сейчас говорю, о разработчике программы Лобановской. И этот разработчик, Валера Поляков, мы с ним вместе учились в одной группе гидролога в ЛГМИ, в Линдарском гидрометно-институте. И все, он стал великим специалистом, но он перестал быть гидрологом. Я знаю примерно такого же, который тоже стал великим картографом, но перестал быть гидрологом. Я знаю великого матмодельера, даже трех великих матмодельеров. Ну а снимки же космические, они уже привязаны и вот трансформированы. Ну ладно, Александр, может быть я постепенно уйду из своих этих дедовских ограничений, может быть я смогу это протрясти. Просто тут смотрите, есть еще такое правило, не лезь в мотор, пока все работает. То есть если мотор, двигатель работает, то туда лучше не лезь, потому что если туда лезешь, то ты что-то там изменил, изменил и все, и потом оно уже теперь не работает. Так вот если оно работает, пускай даже непонятно как, может быть немножко неправильно, но ты можешь ехать на этой машине, то и езь пожалуйста. Ну это вот так, это психология этого ретрограда. Вот у меня такая психология. Поэтому если у меня моя машина работает, если мне достаточно просто тупо скопировать два куска карты, их наложить, я умею так друг на друга, и прозвучаю результат, уже там десятилетия, то мне этого достаточно. Поэтому, как сказать, вот если вот то, что мы с вами общаемся, и вот это получается, вот сейчас вот этот жареный петух меня вкупсает. То есть вы мне говорите постоянно, что типа ты ледроград, ты ледроград, ты что-то застрял в своих этих простейших скачках тупых карт, давай вот используй трансформацию, давай используй ГИС, типа там вот ты познаешь дзен. Вот, может быть это, как этим, ну, вы меня доплюете, и может быть я этому не научусь. Может быть, коллеги. Поэтому вот записывайтесь в систему вебинар к Александру Цветкову, он вам расскажет, он обещал о ГИС-системах. И мы будем продвинутые, мы будем не просто какие-то тупые русловики, которые не знают ГИС, а мы будем продвинутые русловики, уже не тупые, которые знают ГИС. Поэтому с нас планету, вот, мы познали дзен. Вот, лот-мэп я вам показываю, как я оттуда скачиваю. Афанас и Фласенко, это запас. Это то же самое, что на лот-мэп, только хуже организовано. Да, было такое. Да, было такое, но я не понял, что. Вот. То есть, это вот, когда лот-мэп у нас грохнется, тогда вот резко залезем в фанаса. И вообще лот-мэп периодически грохается. Там, на день-два. И все бегают, говорят, о-о-о, жизнь пропала. Вот. Тогда качаемся у Фанаса. Про семинар. Да, ну вот, готовьте, готовьте, и мы будем очень рады. Вот, это место я рассказал. Ссылки, а, еще у меня есть какие-то ссылки подобраны. И плюс, еще, кстати, вот Александр очень ценно в прошлые разы давал огромное количество новых ссылок. Там некоторые многие неизвестны. Так, вот вам Соспланета. Это что такое? Это вот, там всего. Там многое того, о чем я не знал, да? То есть, есть еще, например, вот эту Яху. Вот, Яху или Нокио вот недавно вот открыл для себя, да? Потом. Тоже недавно открыл для себя, и поэтому показываю вам. Это что? Вот я сейчас перед вами. Это в Википедии около каждого географического объекта, в правом верхнем углу в статье, есть координаты. Если на эти координаты нажать, то получится вот такая вот табличка. Это что? Это, ну, как бы такой тоже агрегатор. Не то, что как Соспланета. Это такой вот убогий агрегатор. Просто в Соспланете там нужно, иногда бывает, вот если ты не знаешь вообще, где находится твой объект, то там сначала шаришк, где его найти. То вот здесь это способ такой. Например, сейчас покажу. Коллеги, смотрите. Вот, значит, Википедия. Нажали Википедию. Теперь, например, мы хотим найти там какую-нибудь там река. Черная какая-нибудь. Вот, и тут у нас вот есть реки черные. И вот нам нужна черный приток Эжора. И вот здесь вот, видите, есть координаты. Еще такое, как-то давал. WebMapClub, коллеги. Вот, спасибо, Александр, еще за ссылку. И вот. И вот, смотрите, мы попали в отображение. То есть мы просто нашли. Вот мы как обычно, если тупо искать, да, в Яндексе. Но мы каким-то образом ищем, да, вот ориентируемся там. А здесь вот у нас уже показано, где. Теперь вот эти ссылки, опять же, на большой набор с чего-то. Здесь вот можно полазить. Вот. И что-то такое вот найти интересненькое тоже, да. Тоже, кстати, тот же Lotmap, тот же OpenStreet, та же Wikimap. И вот можно уже там сразу попасть на Википо-мапе непосредственно на этот, на какой-то вот, на нашу эту реку Черную, который там приток чего-то. Вот. Вот, заросли борщевика, пожалуйста. Вот, какие заросли борщевика. И тут тоже бывают фотки, да. Тоже иногда бывает это интересно. Так, сейчас. Ну, коллеги, по идее уже можно заканчивать, потому что, в принципе, как вы поняли, что у нас надо искать карты, что мест, где могут быть карты, много разных. Вот. Уж на Яндекс.Карсах, кроме всего, еще бывают виды с... Ну, это редко, на больших городах еще бывают виды с воздушных шаров, да. Ну, то есть вот когда-то эта карта была... Вот эта презентация, я ее сделал лет пять назад. Она тогда была актуальной, потому что что-то было для участников новой. Теперь вы все это уже прекрасно знаете, да. И вот я в Google планете еще раз выделю вот historical imagery. То есть появляется вот такой бегунок. Этим бегунком можно продвигать. И не просто, а уже я два года назад с Александрой Костюк уже сделал работу, основанную на вот анализе космических снимков. Просто тупо с Google планеты, с Google iOS за разные годы. Вот. Так, сейчас закончим и все. А, ну это просто я показываю, что у меня просто была реальная такая работа по регистра Жиловки. И на Яндековской карте было русло, а на Google карте был уже канал. То есть уже на разных картах одновременно были разные космические снимки. И это уже давало ценнейшую информацию, необходимую нам. Это ссылки на, на моем сайте есть подборка. Тоже сейчас я уже перестал ее поддерживать. То есть когда-то давно сделал то, что мне интересно. И есть еще всякие местные сайты. Например, у нас по Ленинградской области есть вообще местные сайты, где огромное количество карт. И нам-то, конечно, за Ленинградской области нужны именно старые карты. Вот. Потому что новое это все-таки всегда можно найти. Так, это Гласенко, по-моему. Это вот то, что я уже сто раз уже, уже, ну не сто, но раза три уже показывал, да, что вот это Лотнепс, вот самый, здесь вот карты Генштаба и Госгисцентра. Ну и другие здесь тоже. Вообще, сейчас очень хорошо, что все это собрано вместе. Так, что тут еще на этой... А, потом, смотрите, у нас еще бывает, что вот это старая карта, Нивы. Это старая Лотнградская карта, Нивы. Это 50-ти тысячная Генштабовская. Обратите внимание, здесь даже глубины есть. А здесь это новое, это, по-моему, один, примерно один тот же участок реки Нивы за разные годы. И смотрите, нам нужны карты двух видов. Первый, это просто любое плановое изображение. Просто хотя бы там были видны береговая линия, или Бронко, или Урес, что-нибудь. Просто любая карта. И эти карты нам нужны для оценки плановых формаций. А еще есть второй вид карт, это называется с начинкой. Это с промерами глубин. И вот этот второй вид карт, он еще более ценен, потому что там появляется дополнительная информация о глубинах, о русовых формах. Вот, и эти карты нам уже нужны для следующего шага, для оценки глубинной деформации. И вот навигационные лотнградские карты являются одним из таких хороших примеров вот такого рода информации. Или вот смотрите, даже есть какой-то там 25-тысячник, 50-тысячник, на котором тоже промеры глубин есть. И нам с вами, для оценки деформации, не нужны детальные промеры вот 500-тысячник. Нет. Нам наоборот нужно, пускай это будет более мелкая карта, но на более широком участке. Вот, пожалуйста, это вот, у нас на курсы приезжала Дочевская Светлана Викторовна, генеральный директор форм-21. Они вот делают промеры глубин. Это отдельный рассказ, что у нее есть и приборы, у нее есть и программа, как для судовождения, так и для обработки результатов, так и для вывода на печать. И, в общем, все это начало до конца. Это вообще мой личный промер глубин в 500-м масштабе. Правда, даже река не подписана, но это я, наверное, просто отрезал, потому что здесь, наверное, было продолжение. Вот. Космические снимки, пожалуйста. Потому что... Вот. Так. Любые. Не обязательно они, пускай будут космические, пускай они будут даже самолетом. Вот. Ну и все. Смотрите. Первую часть все сделали, в разные участки выбрали. Поэтому теперь... Теперь смотрите. Ну и не просто найти места, где вводятся карты, а теперь уже нужно проинспектировать. Коллеги, спасибо Александру за ссылки, сегодняшние и прежние. Вот. Все, что для вас было вдруг сегодня новым, вот вы туда залезьте и посмотрите. И следующее задание уже будет. Это накачать много карт, много других материалов под тем участком, который вы выбрали. Это будет следующее задание. Очень хорошо, что мы это сегодня сделали, потому что следующая часть у нас уже будет... Опять покажу какой-нибудь пример, и из теоретической части у нас дальше будет описание участка. То есть я буду показывать свои примеры описания участка, буду показывать алгоритмы описания, буду... Для тех, кому алгоритм не нужен, буду показывать идеологию описания участка. И это будет уже следующее наше действие. Коллеги, спасибо, полезный опыт. Ура, коллеги! Завтра вебинар будет, завтра продолжаем, и завтра изучайте всякие сервисы. Вы хотите новые? Они безграничны. Помните, давал свой участок хопер Савау. Да, помню, Александр. Нашел на старых картах остров. А, блестяще! Я помню, я не просто помню этот участок, я даже помню суть того участка. И этот остров, ну, там в нескольких местах я могу представить. Может быть, это поймены именно в этом месте. О, отлично! Отлично, отлично! То есть, это может быть вообще понимать. Потому что в моем представлении, в моем представлении, тот участок, который вы исследовали, это не устьевую участок. В моем представлении, это не устье реки Савала, в моем представлении, это затон реки Хопер. А то, что уже в этот затон где-то там впадает какой-то ручеечек, это практически не изменяет гидрологический режим затона. Ну, и это примерно, я тут раз вам и говорил. Вот, хотя, конечно, можно спорить. Присылайте ваши участки, мы можем выбирать ваши участки. Если не пришлете, то буду показывать свои участки. Коллеги, если вопросов больше нет, то сегодня заканчиваем. Спасибо и до новых встреч!